Здравствуйте! Вы смотрите итоговый выпуск программы события. Главные за неделю расскажут мои коллеги и я, Виктория Шаре. Коротко об основных темах выпуска. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Он традиционно стартует 1 апреля. Какие работы будут выполнять в первую очередь? Технология позволяет работать даже при отрицательных температурах. В Самаре приступили к проведению аварийно-ямочного ремонта. Свыше 80 миллионов рублей из регионального бюджета направили на повышение зарплаты водителям трамваев и троллейбусов, когда работники получат первые надбавки. Генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин и губернатор Дмитрий Азаров с рабочим визитом побывали на РКЦ «Прогресс». Во время встречи они осмотрели производственные площадки, где ведутся работы по созданию ракеты «Союз-5». А также обсудили планы развития предприятия. Подробности в сюжете Максима Магомедова. Части новой ракеты «Союз-5» уже готовы. Их представил генеральный директор РКЦ «Прогресс» Дмитрий Баранов в ходе визита на предприятие делегации «Роскосмоса» во главе с Дмитрием Рогозином. Встреча прошла в производственном цехе, где директор «Роскосмоса» оценил применяемые в изготовлении ракет-носителей технологии. «Союз-5» будет способен вывести на орбиту полезную нагрузку до 17 тонн. Кроме того, планируется разработка двуступенчатой ракеты среднего класса, грузоподъемностью до 8 тонн, запуск которой будет осуществляться без участия людей. Здесь, в этом цехе, где вы находитесь, будет создано современное производство ракет двух классов, но одного типа, по большому счету, где за счет ремонтаризации мы будем достигать возможности универсального использования одного и того же стартового комплекса для решения самых разных задач. Ну а дальше будем двигаться уже полностью, полностью многоразовым ракетам. Это уже следующий этап. Не так, как у наших американских конкурентов, у них частично многоразовый. Мы пойдем сразу через шаг, через ступень будем двигаться. Новая ракета-носитель полностью отечественного производства. Металл, технологии, станки и системы управления – все изготавливается в России. Губернатор области отметил, что ничего не мешает стабильной работе флагманского предприятия космической отрасли. Все, что задумано в качестве производственной программы на текущие годы, на последующие годы, реализуется. Реализуется в соответствии с ранее утвержденными планами. Устойчивая работа ведущего предприятия «Роскосмоса» как раз позволяет чувствовать себя уверенно еще огромному количеству трудовых коллективов. У России должен быть космический интернет, чтобы каждый житель страны мог использовать широкополосный доступ в сеть, заявил Дмитрий Рогозин. Космические аппараты на околоземной орбите должны обеспечивать непрерывную и помехоустойчивую связь. Развитие суверенных сервисов доступа в сеть потребует производства новых космических аппаратов. А для того, чтобы вводить их на орбиту, понадобится еще больше ракет. По словам главы «Роскосмоса», РКЦ «Прогресс» для решения этих задач подходит идеально. Максим Магомедов, Константин Коловин. События. Соцсети, Фейсбук и Инстаграм официально запрещены в России. Такое решение вынес Тверской суд Москвы. Служители Фемиды сочли экстремистской деятельность компании «Мета». Решение суда вступило в силу сразу же после его официального опубликования. Напомню, иск о блокировке площадок подала Генеральная прокуратура с целью защитить права россиян. Так, Инстаграм проигнорировали более 4,5 тысяч требований об удалении фейков, касающихся спецопераций на Украине и призывов к несанкционированным митингам. При этом представитель ИСЦА в суде уточнил, что решение не распространяется на мессенджер WhatsApp. И за безобидное использование Фейсбук и Инстаграм людей наказывать не будут. Число заболевших коронавирусом в регионе снижается, но нужно продолжать соблюдение санитарных требований и масочного режима. Об этом говорили на заседании регионального оперштаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции, которую провел губернатор Дмитрий Азаров. Подробности в нашем сюжете. За последнюю неделю в регионе число заболевших COVID-19 снизилось на 44%. Это наименьший показатель за несколько месяцев, отметила руководитель регионального управления Роспотребнадзора Светлана Архипова. Чаще всего по-прежнему болеют работники сферы услуг образования и здравоохранения. Мониторинг циркуляции вирусов показывает, что в регионе распространены грипп, парагрипп и аденовирусная инфекция. Снижается заболеваемость ОРВИ вне больничной пневмонии. Глава региона поручил сохранять охват тестированием на уровне выше норматива, который сейчас составляет 300 на 100 тысяч населения. Вы абсолютно справедливо отметили по поводу охвата тестированием, Арман Сакович. Я все понимаю, что отпала необходимость и требование повторного тестирования при выписке и так далее. Но нам планку вот эту не ниже 300, конечно, надо держать. По словам министра здравоохранения региона Армена Беняна, 6502 пациента с COVID-19 продолжают лечение на амбулаторном этапе. В стационарах находится 1984 человека с коронавирусом и подозрением на него. Обеспечен запас лекарств. Их при текущем уровне заболеваемости хватит более чем на полгода. Возвращается в обычный режим работы скорой помощи и поликлиник. Снижается число обращений и вызовов, как инфекционных, так и общих. Идет планомерное уменьшение коечного фонда. Места постепенно переводят в штатный режим. Безусловно, уменьшение амбулаторного этапа сказывается на уменьшении количества госпитализированных пациентов. По сравнению с прошлой неделей, оно уменьшилось на 25%. И что сказалось на таком значимом показателе, как кислородопотребление, которое сегодня достигло своего исторического минимума. Министр особо подчеркнул необходимость наращивать охват вакцинации, чтобы в преддверии майских праздников обеспечить коллективный иммунитет. Сейчас привиты 1 703 289 жителей. Это почти 84% от плана. Повторную вакцинацию прошли 378 582 человека, что составляет 41%. В регионе пройдут единые дни вакцинации. В общественных местах развернутся дополнительные прививочные пункты, а с потеплением и мобильные. На оперштабе поручили муниципалитетам усилить разъяснительную работу о важности повторной вакцинации, которая проводится спустя полгода после первичной. Именно так иммунитет может быть усилен и человек будет защищен от тяжелого течения болезни. Виктория Шарая, события. Самарские муниципальные службы готовятся к месячнику по благоустройству. Он традиционно стартует 1 апреля. Работы начнутся с вырошения снега, затем будут мыть улицы, убирать мусор и опавшую листву во дворах и на общественных пространствах. Приведут в порядок дорожные ограждения и скульптуры. Подготовку к работам обсуждали на первом заседании городского штаба под руководством главы Самары Елены Лапушкиной. Тему продолжит Андрей Горгуленко. Привести город в порядок после зимы к 1 мая – такую задачу поставила глава Самары перед муниципальными предприятиями и департаментами. Всего за месяц предстоит навести порядок на площади более 46 миллионов квадратных метров. Это и дороги, и дворы, и общественные пространства. Специалисты муниципальных предприятий доложили о численном количестве сотрудников и техники. Главы районов рассказали о заключении санитарных соглашений с организациями, о распределении незакрепленных территорий и адресах, где жителям, которые хотят принять участие в субботниках, будут раздавать инвентарь и расходные материалы. Разобрали то, с чем мы подходим к этому месячнику по благоустройству, с какими контрактами, с какими силами, средствами. Поставили задачи, на что в первую очередь обращать внимание. Конечно, у нас весь месячник по благоустройству распределен по видам работы. Но и про текущую сезонную работу забывать тоже не нужно, отметила глава Самары. На заседании штаба присутствовали представители ресурсоснабжающих организаций. В холодную и снежную погоду участки, на которых произошли аварии, заделывают временным способом. Ресурсники выразили готовность привести в порядок все адреса, как только погода позволит это сделать. У каждого есть понимание количества вскрытий, которые заделаны по временной схеме на территории города. Есть графики, когда, в какие сроки, какие адреса они заделывают по уже постоянной схеме. Они доложили о том, что заключены контракты с подрядными организациями на выполнение этих работ. Заседания городского оперативного штаба станут проходить еженедельно. Будут подводить предварительные итоги, что сделано, в каких объемах, над чем еще предстоит работать. А также обсуждать дальнейшие меры по наведению чистоты в городе после зимы. Андрей Горгуленко, Константин Головин. События. В Самаре приступили к проведению аварийно-ямочного ремонта. Технология позволяет работать даже при отрицательных температурах. Разрушения на дороге устраняют литой асфальтобетонной смесью. Как заделывают выбоины, узнал Максим Магомедов. Долгожданное потепление для службы благоустройства Самары стало сигналом к усилению работ по аварийно-ямочному ремонту. Он ведется круглосуточно во всех районах города. Сейчас дорожные рабочие приводят в порядок покрытие на улице Антонова-Овсеенко. Ямочный ремонт выполняется в межсезонье, когда выполнять работу с горячим асфальтобетоном еще нельзя. Но когда уже ввиду температурных скачков, из плюсов вниз начинают образовываться самые массивные разрушения. Движение общественного транспорта, наличие воды, льда на проезжей части вызывает ускоренное разрушение проезжей части. Специальные комиссии с участием подрядчиков и кураторов со стороны заказчика регулярно проводят мониторинги, чтобы определить, на каких улицах дорожное полотно нуждается в ремонте в первую очередь. Основное внимание центральным улицам с высоким трафиком автомобилей и тем дорогам, по которым ходит общественный транспорт. Главная цель ямочного ремонта – обеспечение безопасного и беспрепятственного движения автомобилей. Мы каждую весну уезжаем на дороги с целью определения наличия дефектов асфальтобетонного покрытия, разрушения и так далее. Определяем дорога гарантийная или не гарантийная. Если дорога гарантийная, то дефекты должны быть устранены организацией-подрядчикам, которые производили ремонт данной дороги. Если дорога не гарантийная, то мы смотрим реакцию организации, которая осуществляет содержание данной дороги. Вышла она на ремонт дороги в рамках своего контракта с содержанием. Для ремонта применяют технологию, которая уже отработана. Разрушения заделывают литой асфальтобетонной смесью. Главное условие – это соблюдение температурного режима. Состав можно применять при температуре воздуха до минус 10 градусов. Яму необходимо подготовить к заливке. Ее обрубают и придают правильную геометрическую форму. Прежде чем заливать смесь, мы ее продуваем. Также, видимо, мы ее прометаем щетками. И тем самым потом, чтобы не было там никаких грязи и воды, грубо говоря. А потом подъезжает кохер, это термобункер. И выливаем туда смесь. Рабочие выравнивают состав вручную, заполняя им все неровности на дороге. Дополнительной трамбовки катком при этом не требуется. Для застывания асфальтобетонной смеси нужно несколько часов. На это время на отремонтированном участке выставляются дорожные знаки. В борьбе с дефектами дорожного полотна помогают и общественники. С помощью интернет-ресурсов они собирают информацию о состоянии дорог в городе. Мы сейчас понимаем, что погодные условия позволяют лишь сделать ямочный ремонт. Но мы ждем, когда погодные условия нормализуются. И тогда получится сделать качественный ремонт картами или целиком заменить дорожное полотно. Но это, конечно, все зависит от финансирования. В этом году при выполнении работ по ямочному ремонту запланировано охватить 15 тысяч квадратных метров дорог. Почти 30% объема уже выполнено. Ремонтные работы на самарских дорогах ведутся в круглосуточном режиме. Днем основной объем приходится на подготовку, а ночью – на заливку асфальтобетонной смеси. В зависимости от погодных условий дорожной ситуации задействуют от 6 до 8 бригад. Максим Магомедов, Константин Головин. События. Ситуация на рынке мясной продукции в регионе стабильная. Россия за последние 20 лет из страны, которая была одним из крупнейших импортеров мяса, стала очень важным мировым производителем этого продукта. Правительством страны предпринимаются меры по внедрению новых технологий, что позволит повысить урожайность независимо от погодных и климатических условий. Россия занимает пятое место в мире по производству свинины, пятое место по производству мяса птицы. Мы третий в мире по индейке, который раньше вообще не производили, и входим в десятку крупнейших производителей говядины. Сейчас перед производителями стоит задача активно развивать животноводство для того, чтобы обеспечить внутренний рынок даже в самых неблагоприятных ситуациях. Свыше 80 миллионов рублей из регионального бюджета направили на повышение зарплаты водителям трамваев и троллейбусов. Первые надбавки работники транспортной сферы получат уже в начале апреля. Глава города Елена Лапушкина на совещании с представителями отрасли обсудила дополнительные меры поддержки. Чем сегодня живет одно из ведущих предприятий региона, расскажет Мария Левина. Все зависит от человека. Не работа красит человека, а человек работает. Спокойствие. Только спокойствие. И только вперед. Работая в шумном мегаполисе, Игорь Осадулин не теряет веру в романтику дорог. И хоть вагоновожатый и не колесил между городами, почти за 40 лет водительского стажа километров накатал немало. В далеком 87-м он пришел в ТТУ в Ташкенте, а еще через год приехал в Самару. Здесь и остался. До сих пор вспоминает самые мельчайшие детали своего первого выезда на линию. Сейчас, говорит, в трудовой книжке и места не хватает, чтобы уместить все трамваи, которыми приходилось управлять. Я даже помню, как я первый раз нажал на ручку управления. Это я помню прекрасно. Потом обкатался и работал на КТМ 5М. А когда сюда приехал, здесь уже театры, чехословацкие трамваи. С 11-го года стали приходить вот эти вот красавцы у КВЗ. Хозяйка в салоне трамвая Любовь Ананченко. Кондуктором трудится уже 13 лет. Говорит, свою работу ни на какую другую не променяет. Сейчас и думается по-другому, отмечает Любовь. В голове всегда открыта карта. Родной город изучила, как свои пять пальцев. Это прежде всего общение. Заходит человек, он, допустим, приехал сюда, правда, ну у кого он может спросить. Иногда прохожие, например, кто на остановке стоит, они не в состоянии. Они говорят, я просто не знаю, я тоже приехал. А мы обычно все знаем, тем более за давностью лет. Уже знаешь, каждая остановка, даже дома, знаешь, какие там организации находятся. Я до последнего здесь останусь. Это как кровь живая, вот общение с людьми. Мне очень нравится, я иду на работу, я как рыба в воде. Работа на муниципальном предприятии – это стабильность, подчеркивают сотрудники. Белая своевременная зарплата, стаж, бесплатное обучение с выплатой стипендии в размере МРОД, который скоро повысится. Приезжим предоставляется место в общежитии, на предприятии есть возможность повышать классность вождения, участвовать в конкурсах профмастерства городского и всероссийского масштабов, по результатам которых можно также повысить статус и увеличить свой доход. Это как стабильный завтрашний день, это стабильная заработная плата, которая выплачивается два раза в месяц, без задержек, без всего. Отпуск оплачиваемый, льготные пенсии. То есть, как бы я просыпаюсь утром, и я знаю то, что я приду, у меня будет работать. С каждым годом муниципальное предприятие развивается, приходит новая техника. Например, в прошлом году в Самару доставили 22 ультрасовременных троллейбусов с кондиционерами «Адмирал». Старая техника при необходимости ремонтируется, для этого в управлении есть специальный цех. На новые вагоны тоже рассчитывают. Сейчас заявка на приобретение 34 современных низкопольных трамваев находится на рассмотрении в Москве. Будут заниматься и ремонтом городских трамвайных путей. Прежде всего, это улицы Новосадовая и Ташкентская. А на пересечении Ставропольской и Нововокзальной планируют реализовать проект реконструкции транспортного узла. В перспективе строительство путей для левого поворота с улицы Нововокзальной на Ставропольскую. Проект получил положительное заключение экспертизы. На данном участке сейчас есть только правый поворот в сторону улицы 22-го партиезда. Левый поворот позволит ввести новые маршруты, которые обеспечат более быстрые поездки из 15-го микрорайона до центра Самары. Увеличит пассажиропоток. По проекту перекресток Нововокзальной и Ставропольской собираются реконструировать. На предприятии стремятся создать условия для наиболее комфортной работы и жизни в большом городе. Самарцы это замечают. Везде остановки по всему городу. Развита структура. Экологичный, удобный транспорт. И просто окружающий средок. Полное укомплектование штата – одно из важных условий для реализации всех планов и проектов. Сейчас в городском трамвайно-троллейбусном управлении трудится порядка 3000 сотрудников. Меньше трети из них – это водительские и кондукторские составы. И потребность в кадрах есть. Есть определенный дефицит кадровых работников. Связано это прежде всего с тем, что на предприятии достаточно такой возрастной состав. Поэтому мы призываем к себе молодежь. Нам требуются водители, нам требуются кондуктора. Губернатор Дмитрий Азаров анонсировал новые меры поддержки работников общественного транспорта в Самаре. Среди них повышение зарплат водителям сразу на 20% с начала апреля. На эти цели выделят дополнительные средства 80 миллионов рублей из регионального бюджета. Также будет направлено 250 миллионов рублей на развитие в целом сферы общественных перевозок в Самаре. Мы со своей стороны изыскиваем возможность поднять заработную плату и кондукторов. Надеюсь, что данный шаг позволит нам сократить отток и привлечь вновь водителей и кондукторов на работу. Очень надеюсь, что вот эта проблема будет решена. И понимаю, что действительно за электрическим транспортом будущее. На совещании в городской администрации, куда были приглашены лидеры транспортной отрасли области и города, обсудили как предлагаемый социальный пакет, так и дополнительные меры стимулирования работников муниципального предприятия. Кроме того, глава города поручила рассмотреть возможности оказания помощи в образовании детей сотрудников ТТУ и в целом проанализировать предложения, касающиеся улучшения условий труда и отдыха персонала предприятия. Также во взаимодействии с областными властями решено, что сотрудники ТТУ получат право бесплатного проезда не только в городском транспорте, но и в пригородных электропоездах. Мария Ильевна, Григорий Плешаков, Василий Калдашов. События. Россиянам, родившим двух и более детей, положен материнский капитал. Но при распоряжении им нужно соблюдать ряд правил. В противном случае сделка может быть признана недействительной. Можно ли на средства мат-капитала купить комнату в коммуналке, дом, а также землю под ним, реконструировать строение. И что делать, чтобы по незнанию не приобрести жилье в доме, признанном аварийным, расскажем в нашем сюжете. Когда Лилия Кучеренко оформляла ипотеку на покупку жилья, материнский капитал стал первоначальным взносом. Так семья из четырех человек, ютившаяся в маленькой квартире у родителей, обрела собственные стены. Их не пугал даже ежемесячный платеж в 28 тысяч рублей. Никаких проблем не возникло. Перевели быстро, сразу. И просто пришла в пенсионный фонд, написала заявление, предоставила все документы и пенсионный фонд уже перевел деньги. Затем большую часть кредита удалось погасить по программе «Молодая семья». А когда родился третий ребенок, Кучеренко получили еще 450 тысяч на погашение ипотеки. Теперь, когда они платят за кредит 6 тысяч рублей в месяц, задумались о ремонте. Уже решили, что самую большую комнату отдадут сыновьям, их двое. А дочка разместится в этой маленькой, но уютной комнате. По закону, при покупке квартиры на средства мат-капитала доли в ней должны быть выделены всем членам семьи. Но в случае приобретения жилья в кредит действуют иные правила. Пока квартира находится в ипотеке, у нее есть обременение со стороны банка. То есть доли мы никому не выделяем. С собственником иду я одна. После того, как мы выплатим ипотеку, мы обязуемся выделить всем членам семьи доли. Специалисты говорят, у тех, кто покупает недвижимость на средства мат-капитала, есть не только права, но и обязанности. Одна из которых – выделение долей каждому члену семьи. В противном случае сделка может быть признана незаконной. Законом предусмотрена возможность оформления права собственности сначала на одного члена семьи. Но в дальнейшем у него возникает обязанность выделить доли всем остальным членам семьи – детям, супругу и так далее. Когда возникает эта обязанность? С момента покупки жилой недвижимости она возникает сразу и действует в течение шести месяцев. То есть он должен в течение этих шести месяцев переоформить на всех членов семьи. Если использовались кредитные средства, то, соответственно, с момента погашения кредита и внесения соответствующей записи в единый государственный реестр недвижимости возникает шестимесячная обязанность для того, чтобы оформить на всех членов семьи. С 1 января 2020 года получить мат-капитал можно и при рождении первого ребенка. Причем действует беззаявительный порядок оформления сертификата. При регистрации ребенка в ЗАГС информация о его рождении автоматически поступает в Пенсионный фонд России. В течение пяти дней родителям выдается сертификат на право получения капитала. Его можно потратить на накопительную часть пенсии мамы, на образование детей, на адаптацию ребенка-инвалида. Но чаще всего родители используют его при покупке жилой недвижимости. Купить можно не только квартиру, но и дом, а также потратить средства на реконструкцию уже имеющегося дома. Дом должен быть расположен на земельном участке, предназначенном для индивидуального жилищного строительства. А начиная с 2020 года, также и дом может располагаться и на садовом земельном участке. При этом на средства мат-капитала можно купить только сам дом, но не землю, на которую он построен. При покупке дома, как правило, покупается земельный участок, который на нем расположен. Но, как мы с вами уже сказали, средства материнского семейного капитала, они целевые и могут быть использованы только для покупки жилой недвижимости. Поэтому в договоре важно разделить и указать суммы, которые используются для покупки как минимум двух объектов – дом и земля. То есть на дом мы используем средства материнского семейного капитала, для покупки земли могут использоваться собственные средства, кредитные и так далее. Любые другие, но не материнский семейный капитал. Внимательными нужно быть при покупке квартиры в домах старой постройки. На средства мат-капитала нельзя купить жилье, находящееся в доме признанным аварийным. Уточнить статус можно, заказав выписку из единого Росреестра. Если дом признан аварийным, то семья не сможет потом рассчитывать на получение другого жилого помещения. Она получит лишь компенсацию, причем в размере, который потратила на покупку жилья и не более того. В этом году произошло нововведение, согласно которому все сведения о том, что жилье признано аварийным, органы самоуправления обязаны внести в единый госреестр недвижимости до 1 июля текущего года. Купить на средства мат-капитала можно не только квартиру, но и комнату в коммуналке. В этом случае обязательно нотариальная сделка. Люди могут покупать за счет средств материнского семейного капитала не только квартиры, жилые дома, но и комнаты в коммунальных квартирах. И очень часто эти комнаты в коммунальных квартирах оформлены как доля в праве собственности на всю коммунальную квартиру. И вот здесь действует требование обязательного нотариального удостоверения этой сделки. На сегодняшний день размер материнского капитала составляет 524,5 тысячи рублей при рождении первенца, 168,5 тысяч рублей при рождении второго, если получал средства на первого. Если на первого ребенка маткапитал получен не был, сертификат будет выдан на 693 тысячи рублей. Программу действует до 2026 года. Виктория Шарая, Константин Головин, Николай Сидоров. События. На этом наш выпуск завершен. Всего вам доброго и отличных выходных. Субтитры создавал DimaTorzok